Небольшой обзор лежачего скрадка Tangle Free Deadzone. Сейчас увеличу, чтобы лучше воспринялось Tangle Free Deadzone. Такой вот скрадочек XL. Размер его большой. Отохотился я этой весной с ним 20 охот было. Утро и вечерку, я считаю, в поле. Все это время лежал, то дождик моего поливало, не сгнил. Материал хороший, качественный. Дождик шел, кстати, и стекал он с него, хотя он такой не прорезиненный, просто плотный, типа оксфордской ткани. Я его сегодня отмыл так, где смог. Значит, буду его тюнинговать. Несколько слов о самом скрадке. Плюсы для меня лично и минусы. Из плюсов, давайте лучше с минусов, потому что минусов меньше, чем плюсов. Начнем. Минусы в том, что лично для меня вот этот кармашек, он пришит намертво. Я видел скоротки, где этот кармашек на клипсах, на фастексах, или на молнии, или на липучках, можно перевесить на левую сторону. Здесь у меня он только справа. Из минусов при покупке, он новый у меня был, с нуля я им пользовался. До этого у меня был другой скрадок, я то товарищи возьму, то так поохотимся. В общем, пока он был новый, вот в этих местах крепление рамы дверки. Не стягивался почему-то вот этот материал, то есть при закрытии дверки он мешал. Здесь упирался, я дверку не мог закрыть нормально. Сейчас она четко отщелкивается туда и сюда. С двух сторон такая была ерунда. И вот после этих 20 охот у меня здесь вот такая вот шляпа получилась. В общем-то, это решаемо. Капроновая нитка, иголка, я здесь все прошью, будет все четко. Подушка. Тут как бы из минусов, пожалуй, наверное, все, что я заметил. Ну, не знаю, относить это к минусу не относить. Реально это практически во всех скрадках. То есть сзади есть лямки, такие вот для переноски этого скрадка в виде рюкзака. Лямки пришиты крайне неудобно. Я бы, если конструктировал, пришил бы их выше. Потому что это все... Ну, это небольшой минус. О плюсах. Самый главный его плюс, это его цена. То есть я убрал по просто цене на распродаже на Кобеласе. С ним шел белый чехол, белый ковер. Это тоже большой плюс. Когда охотишься, еще есть снег где-то, меньше маскироваться нужно. Положил на снег. Вот. Так же... А, еще к минусу небольшой. Половое покрытие у него непромокаемое. Но БК у него, пол только идет именно вот граница. Вот по этому шву непромокаемое. Здесь материал не прорезиненный. То есть на воду его класть нельзя. Только в чехле. Так, из плюсов размера. Цена, сказал. Большой его размер, он эксцеленский. Внутреннее пространство. У него порядка 70-80. Я замерял от края этого. До края этого порядка 70-80 сантиметров. Сейчас возьму рулетку. И померяю. Вот сюда на краешек положил. 70. Почему 70? Потому что эта штука, она тянется. Можно померить, что касается плюсов и одновременно обзор с кратка целиком. Померяем по раме. Сколько у него рамы? 96 сантиметров у него ширина. Ну, с собакой милое дело. Я помещаюсь сюда. Друг мой, Саша Кудря, охотился в этом скротке. Несколько охот. Остался также доволен этим скротком. То, что здесь реально много места. Есть куда положить собаку. Есть куда положить рюкзак. Вот. Под вот эту вот оттяжку для спины. Можно птиц класть битых. То есть вариантов куча. Также он лег в сборке и разборке. Это плюсы, плюсы, плюсы. Минусов, как видели, немного. Далее. Что хочется сказать при выборе скротка. То есть в этом скротке мне повезло. Я охотился в скротке и у меня, ну в другом лежачем скротке, у меня лопнул вот этот фастекс. Вот этот фастекс, обращайте на них внимание, они должны быть сделаны из качественного пластика. То есть не такой просто там, а бы какой пластик, а именно хороший, кондобый, который выдержит нагрузку. Потому что вся нагрузка будет приходиться на вот эти вот оттяжки. Это он сейчас не оттянут, такой провисший лежак мой. Когда он оттянется, он за счет вот этих вот фастексов и оттяжек, он натянется плотно. Я, когда буду ложиться, у меня спина будет лежать ровненько, как на раскладушке. Не будет провисать. Вот. И фастекс этот лопнул. Тут мне пришлось корячиться, химичить, что-то подвязывать. В итоге этот лежак был на один бок перекошен. Перекошен. То есть вот обращайте-ка на это внимание. Также на всевозможные вот такие вот соединения в виде таких вот шплинтов. Положительный плюс в том, что шплинтик этот подвязан. Капроновая такая веревочка. Очень удобно. Мне просто одной рукой здесь не совсем удобно, но... Одной рукой камеру держу. Попадаешь, шплинтик этот никуда не потеряется. Много мелочей. Все мелочи эти пройдены так. Практика показала, что скрадок меня устраивает полностью. Если вдруг будет интересно кому-то, то пишите в комментариях к видео. Я сделаю более подробный размер. Промерю внутреннее полностью. Ну тут видно, что скрадок и так большой. Дверки у него закрываются. Остается через сеточку пространство, которое можно наблюдать за птицей. В принципе, дверки регулируются. Они сейчас на среднем положении. Здесь есть отверстие, чтобы ружье можно было высунуть и нос собаки. Вообще, с помощью отвертки, вот этими ограничителями, либо мы их поворачиваем вбок, либо мы их смещаем сюда. Тем самым у нас дверки будут выше стоять. Смещаем сюда, дверки у нас будут плотнее закрываться. Переворачиваем вниз. Дверка вообще будет полностью закрываться. По разборке также могу сделать видео. Но здесь у меня места мало в комнате. И так лежит на полу. Я на улице тогда сделаю, как его разбирать, собирать. Сколько времени на это требуется. Можно засечь даже ради интереса. То есть, все элементарно сделать. Но основной момент я хотел основное внимание уделить на тюнинге этого скрадка. Что лично я, к чему он пришел из практики, что мне хочется добавить. Я хочу добавить сюда искусственную маскировку. Каким образом? Значит, полуискусственную. То, что она природная, это лыка. Мой товарищ, хороший друг Денис, собственноручно набрал мне целую сумку лыка. Подвязал в такие вот пучочки. Похожа очень на жниву такую. Она светловатая. Лыка есть там потемнее из старого лыка. Опять же, если будет интересно, как это все делать, я могу вам рассказать, как его драть. Процесс, сразу скажу, трудоемкий. Можно купить мочалки. Вот. Если есть деньги, можете позволить себе. Денис для меня сделал вот такой подарок. Я буду делать маскировку с помощью вот этого лыка. Это яркое. Есть там. В сумке на дне лежит потемнее. Из гнилой липы оно чуть темнее. Значит, для чего я это, во-первых, делаю. Во-первых, когда мы маскируем скрадок весной или осенью, для маскировки у нас есть соответствующие карманчики в стропе. То есть мы затыкаем сюда, берем траву, затыкаем ее. Вот. Таким образом она у нас здесь болтается. Потом у нас здесь есть. Но трава весной, ты ее сорвал, повесил, потом она начинает сыпаться. Сыпаться, шелушиться. Все это летит в скрадок. Все это летит в лицо, в манки, за шиворот. И ты лежишь там, как горилла, чешешься в этом скрадке. Вообще, честно, лично мне это удовольствие никакого не доставляет. И трава, она всегда как бы постоянно то так ляжет, то так ляжет, то не видно птицу, то наоборот, открыто сильно створки, потому что при налете птицы откидываются моментально. И эта трава может вылететь отсюда. Ты закрываешь, потом у тебя здесь плеши остаются. Поэтому я решил из этого лыка, насколько мне хватит, полностью замаскировать две дверки. Вот одна дверка, вторую полностью замаскирую. Во-первых, она не будет сыпаться, это раз. Во-вторых, она позволит мне потом просто меньше добавлять травы. То есть, скажем, лицо я замаскирую капитально, чтобы не добавлять. Делать я буду это следующим образом. Берется такой пучок, заламывается и перевязывается капроновой ниткой наметого в этом месте. Здесь нитку отвязываю, беру шиколку с водой, мочу лыка и расческой расчесываю. Только работать с мокрым лыком. Сухой лык будет рваться на клочья. Не вдоль волокон будет идти. Это одна еще особенность, работать с лыком. То есть, только на сырую. Таким образом, я замаскирую лицевую часть, смотровое окошечко, чтобы было капитально все видно и ничего не сыпалось. И остальным я замаскирую дверки. Часть замаскирую ног, потому что ноги постоянно высовываешь, засовываешь, шевелишь. Вся эта трава сухая, она постепенно слетает, оголяется. То есть, основное нужно замаскировать лицо, чтобы не сыпалось, и замаскировать ноги. А бока уже можно будет приложить травой, какой-то понатыкать туда, она уже не так важна. Да, и еще вот эту часть тоже нужно будет замаскировать. Вот этот торец, хотя бы по верхней стропе, для того, чтобы не сыпалось за шиворот. А нижнюю стропу уже можно маскировать природной травой, которая будет непосредственно на месте охоты. Такой вот я сделаю тюнинг. Потом я усилю вот эту рвань, которая у меня здесь произошла. Причем я ее недавно увидел, когда мыл. Ну, я прошью здесь капроновой ниткой. Подушка здесь достаточная, из коврика. Я так понимаю, там коврик лежит, материал такой, как на коврике. Но можно еще подложить. Ну, неудобства я вообще не испытывал с ним. Ну, в принципе, наверное, и все. Больше я ничем здесь заниматься не буду. А там, если буду, в конечном итоге я как бы сниму видео и покажу вам, что у меня получилось. Ну, сразу вот обращу внимание, запомните, что лицевую часть и ноги. Это постоянно подвижная в этом скоротке. Собака, опять же, у меня, когда мне приходится вставать, ну, кто охотится с собакой, тот меня прекрасно понимает, что те, кто без собаки, они лежат в скоротке и не поднимают ни птицу битую, не управляют ни собакой. А тот, чья собака, тот как бы подбирает и птицу, помогает собаке, управляет собакой. Поэтому постоянно открываются створки полностью, собака выскакивает. Она не выскакивает ни вбок, потому что дверки будут, а выскакивает именно сюда, топчет эту всю траву, и эта трава улетает на раз. То есть, постоянно приходится подновлять, под стропы под эти, подсовывать. Для этого вот я буду делать такую вот лыковую, лыковые такие пучки буду привязывать, чтобы они у меня уже были навсегда. Насколько их хватит, это уже дело времени, время покажет. Всегда их можно будет подновить. Таким вот образом. Далее. Наверное, всё по маскировке. То, что я хотел записать. Меня спрашивали, друзья, что я хочу сделать. Вот таким образом сделаю. Посмотрим, что из этого получится. Больше, я тут думаю, ничего не надо будет. Ну и пока отмыл скородок, есть вариант, есть возможность потренировать выдержку собаки в скоротке. Потому что выдержка именно тренируется многократным повторением одного и того же упражнения. Ложишься, собаку кладёшь рядышком, берёшь ружьё, кладёшь, закрываешься, вскидываешься без выстрела, вскидываешься, учишь собаку, чтобы лежала потом с выстрелом и так далее. То есть, всё идёт полномерно, из маленьких этапов. Можно даже сначала без ружья, потому что, когда ружьё берёшь, у неё адреналина ещё больше выкидывается в кровь. Она прям чумная становится. Ну, в общем, такие вот дела. Если будут какие-то вопросы, пишите. Я сделаю более полный обзор именно по его физико-конструктивным особенностям этого скоротка. Ну, видно на видео, что он большой. Причём его размер, вот я охотился в маленьких скоротках, это жуть просто. Как килька в консервной банке лежит. А маскировать всё равно, что маленький маскировать, что большой, всё равно маскировка скоротков на первом месте. Поэтому не думайте, что вы возьмёте маленький скороток и будете потом меньше травы носить. Травы носить придётся себе наносишь и будешь носить ещё товарищам. Так что это коллективная охота двух-трёх людей. Здесь не каждый за себя. Здесь команда. Так что удачи вам на охоте. Думаю, будет полезно кому-нибудь это видео. До скорых встреч.